Друзья, всем привет! Сегодня вам покажу, как готовить, а этот рецепт мне дала моя подруга из Санкт-Петербурга, Галина, как приготовить очень вкусное, полезное, тыквенное, такая вкусняшка, которое по ложке натощак вы будете есть каждый день, и поправите свою печень. То есть очень полезно для печени. Смотрим, записываем и пробуем. Ну вот у меня 650 грамм очищенной тыквы, я от кожуры очистил. Сейчас нам надо ее порезать, эту тыкву. Мы сейчас ее порежем, вот на такие кусочки. Делается очень все быстро. Никаких заморочек нет. Режем кусочками, для того, чтобы можно было пропустить через мясорубку. Тыква у нас продолговатая. Можно любую тыкву брать. Очень-очень полезно для печени. И натощать каждое утро по столовой ложке. Все, я нарезал. Теперь нам надо еще лимоны. Значит, у меня 650 грамм тыквы. Соответственно, где-то 4 лимона возьмем. Лимоны у нас пойдут тоже порежем сейчас. И тоже пойдут они у нас вместе с кожурой целые. Лимоны предварительно надо обязательно помыть в теплой воде. Потому что вы знаете, что лимоны могут... Сверху покрыты воском. Вот этот воск надо просто смыть. Вот, я уже предварительно помыл. Вот так произвольно режем, чтобы можно было все пропустить через мясорубочку. Все, режем все лимоны. Вот я поставил нашу мясорубочку. Включаем ее. И все пропускаем через мясорубку. Полностью пропускаем лимоны. Все. Вот эти нарезанные лимоны и тыкву полностью пропускаем через мясорубочку. Дальше расскажу, что делаем. Вот пропустили все через мясорубку. Лимоны и нашу тыкву. Теперь после мясорубки надо пробить немножко блендером. Вот так делаем. Пробиваем полностью до однородной массы блендером. Баночки я промыл содовым раствором хорошо. Налил вот столичка водички каждую баночку. И теперь мы ставим в микроволновку. Микроволновку ставим на максимал. Все баночки. Баночки планируете за счет, а сколько вы делаете тыквы с лимоном. Все, поставили баночки. Закрываем дверку и включаем на 10 минут для стилизации. Все. Теперь я часть тыквы с лимоном перекладываю в другую миску. И хочу попробовать часть с медом. У меня часть будет с сахаром и часть будет с медом. Вот в эту малую массу я добавил 5 столовых ложек меда цветочного. А сюда 350 грамм сахара добавляю. Все ингредиенты я пропишу. Теперь надо все это хорошо перебить блендером. Вместе с сахаром и с медом. Все, приступаем. Перебиваем до разнородной массы. Вначале с сахаром перебиваем, затем с медом. Ну вот водичка у нас прокипела в баночках. Баночки простерилизовались. Теперь нам надо слить водичку и подождать пока высохнут наши баночки. Чтобы не оставалось капли. Ну вот баночки у нас простерилизовались. Баночки у нас сухие. Видите, да? Теперь мы берем и накладываем, выкладываем в сухие баночки нашу тыкву. Так, сейчас я возьму черпак. Так будет проще, быстрее. Вот я выкладываю в баночки тыкву. Здесь у нас с сахаром баночка побольше. И одна будет поменьше. Вот так, прямо до верха выложили. И закрываем плотненько. Крышки у нас кипятились в воде кипяченой. Вот одна баночка. И вот вторая баночка. А в эту мы добавим еще, которая с медом у нас. Вот так сверху. Делаем половину на половину. Хуже не будет. И тоже до верха накладываем. И плотненько закрываем крышечкой. Все, следующую баночку берем. И выкладываем в банку. Здесь у нас уже консистенция с медом. И та, и другая. Ну, конечно, с медом полезнее. Но я, честно, могу сказать, что я не знаю, как будет стоять с медом. А то, как мне Галина сказала, что с медом может быть медовуха получится. Так что здесь, конечно, надо будет посмотреть, понаблюдать, что это будет. Так, здесь немножко сверху мы закроем. Если у нас остаток остался, мы добавим с сахаром сверху. И тоже плотненько закроем крышечкой. Все. Вот такие наш получилась тыква с сахаром и с медом. После этого надо поставить охладиться, когда немножко баночка. Поставить в холодильник. И по ложке каждое утро натощак. Пробуйте. Приходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Нажимайте внизу на колокольчик. Всем пока-пока и всем доброго и хорошего здоровья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok